МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Буквально на днях в политической подворотне Мюнхенской конференции американские урки насиловали своих шестерок из блока НАТО без Байдена. Вместо него нагибать союзников по Атлантическому альянсу запустили Камалу Харрис. США продолжат решительно поддерживать Украину. И мы будем помогать ей столько, сколько потребуется. Следующий ход противника – поставки Киевскому рейху американских Ф-16. -"Обязательно поставить. Вы прям спешите. Обязательно поставят Ф-16. Дальнобойные ракеты они им дадут". Да не просто дадут, а еще и прицельно направят атаки на Крым. И не только. Когда-то в Америке из нашей Маргариты пытались слепить своего агента влияния. -"Меня же должны были воспитать Навального, а воспитали анти-Навального. Но нехорошо. А денег-то потратили кучу". На поклон к ногам из тукана свободы эмиссары из Вашингтона отбирали лучших из лучших среди наших детей по руинам всего бывшего Советского Союза. Американская мечта оказалась как баблгам. Яркий фантик помялся, вкус быстро прошел, осталась только пресная резина. Страна оказалась никакой не свободной. Соединенные Штаты Америки по состоянию 95-й год были невыразимо менее свободным местом с точки зрения подростка, чем Краснодар образца 95-го года, где я росла. Никакой неравноправной, никакой неправдивой, очень необразованной и не желающей ничего знать. И меня это поразило, потрясло. Вот это лицемерие меня потрясло. И с тех пор я такая. Послушайте, ну если бы они не были такими лицемерными, лживыми, отвратительными существами, ну я, например, не была бы настолько уверена в своей правоте. Понимаете? А когда ты видишь, что ты бьешься с воплощением лжи и гадости, ну это тебе дает только еще больше заряд сил, это искореняет твои последние сомнения и убеждает тебя, что ты на стороне добра, все правильно делаешь. 24 февраля 2022-го, когда Россия пришла на помощь народу Донбасса, Европейский Союз ввел против Маргариты персональные санкции. Ой, у меня было самое главное такое облегчение. Почему? Потому что я ненавижу летать, и мне всегда приходилось изобретать причины, почему я в очередной раз куда-то не лечу. Все хотят лететь, друзья, семья, давайте туда, давайте сюда. А из-за меня вот, и я опять, ну пожалуйста, пожалуйста, можно мы в Адлер? И тут я думаю, вообще шикарно, ничего никому объяснять не надо, почему я не полетела в темный день рождения или там куда-то с этими друзьями. Каждый ее шаг обсуждают, слова цитируют, вся жизнь под микроскопом, а после начала спецоперации еще и в прицеле киллеров. Я так к этому отношусь спокойно. Вы знаете, двум смертям не бывать, одну и не миновать. У меня пятый десяток, я родила трех детей. У меня очень большая семья, в случае, слава богу, в случае чего моих детей есть кому воспитать, у меня сестры, вообще много есть кого. Слава богу. Мы остановимся, когда мы защитим тех людей, которые считают себя нашими, и обеспечим им возможность жить так, как они хотят вместе с нами. Вот там мы остановимся. А где пройдет эта граница добра и зла, покажет наша армия. К чему нам готовиться, я не знаю. Я не начальник генштаба. Не знаю. Я вам говорю, чего бы я хотела, и что я считаю правильно, что мы должны остановиться там, где нам рады. Где это? Сложно сказать, но можно догадаться. Мне, конечно, было бы радостнее, если бы мы вернули ту мощь, которая у нас была, и были бы все вместе, чтобы больше никакая вот эта вот плесень, которая проникла на Украину и заразила черной плесенью такое огромное количество людей, плесень русофобии, плесень презрения к собственному прошлому, плесень презрения к собственной культуре, к собственным достижениям, к собственным подвигам и к собственным жертвам, чтобы такое больше произойти не могло. А для этого, ну, гарантированно, мы должны быть одним целым. И, на ваш взгляд, насколько вероятнее? Вероятнее, чем когда-либо в истории. Я не говорю, что ядерный удар неизбежен. Я говорю, что их установит непосредственная угроза этого ядерного удара, то, что они называют имминент, да, вот, неминуемая сечашняя угроза. Их остановит только это. Будет таран, понимаете? Кто-то пойдет на таран, кто-то даст заднюю, не будет этого, мне так кажется. А если никто ее не уберет? Ну, тогда будет Третья мировая. Ну, а что тогда? Ну, тогда все. Это самый плохой сценарий. Надеемся, что у коллективного Байдена еще остался инстинкт самосохранения. Это все не закончится просто, знаете, таким вот эпизодом. Мир будет перемонтирован, выражаясь телевизионным языком. Ну, увидим, я не предсказатель, но он не может оставаться таким, как и мне. Есть такая профессия, родину освящать. Вадя мной гордится. Он мне все время говорит, никогда не забывает, ты мой единственный сын. И я не забывает, головей עzessады, головой ел잉, ладно и я гордится, головой елдж行з. Пойдем! Пойдем! Продолжение следует...